Так, всем, во-первых, здравствуйте, рад всех приветствовать. Я вдруг понял, что давно на таких подобных столах в Тюмени не выступал. Обычно как-то все на федеральном уровне, я считаю, что это неправильно. Все-таки наша компания в Тюмени родилась. Вот, смотрите, что вообще происходит. Рынок очень интересный, такой сложный. Я сейчас попытаюсь его в двух словах рассказать, что происходит. Все данные свежие прям сводили сентябрь включительно. То есть это вот прям с утра еще, если честно, дорабатывали все последнее, чтобы вам все показать. Значит, смотрите, с чего начнем. Начнем блок недельный тренд. Это вот по сети с 2022 года как примерно падает. То есть, знаете, вывод очень простой по сети. Спрос сильно не падает. То есть он где-то находится на нормальном уровне плюс-минус. То есть коэффициенты, ну вот допустим, к тому, что было в феврале 2022 года, мы отсюда отчет ведем, он где-то 0,8 коэффициент. То есть 0,8, то есть на 20%. От пиков, пики где-то у нас, видите, все 1,2 доходили. То есть спрос, ну где-то упал там порядка 30%. От пиков это август прошлого года. Ну мы считаем, что пик был. То есть и вот потом оно так потихонечку вот так вот так шло. Ну еще один пик был в марте, но это связано с тем, что там по господдержке было непонятно, что происходит. Вот, это по сети. Ну я думаю, раз мы в Тюмени находимся, и тут куча всяких консультаций, данных. Потом слайд будет выложен, публичный доступ, кому интересно, посмотрите. Вот, и по Тюмени. Значит, по Тюмени примерно данные сопоставимые абсолютно. Ну чуть активность побольше, даже спрос больше, если честно, непосредственно в Тюмени. То есть можете посмотреть. Вот, он как-то более такой выровненный, но на сделках это не сказывается. Сейчас мы об этом поговорим. Вот, теперь самое такое вообще, это тоже по Тюмени, это вот по одобрению и по типам недвижимости. Да, можете посмотреть, как рынок примерно сел. Сел он достаточно сильно. Вот для понимания просто по новостройкам, ну ушел на какие-то уровни такие слабенькие, которые были там в 22-м году. Вот, и все, что понимали, примерно какой пик был, да, дикий пик был какой-то там в 3-4 раза больше этой осенью, весной. Да, может быть из-за этого, в том числе, кстати, там господдержку решили не продлевать, потому что все уже потихоньку стали понимать, что деньги не бесконечны. Да, и побежали брать, ну и потом обвал. Слушайте, обвал реально серьезный. Я вам скажу так, что темпы упали сильно. Сейчас я попробую это показать. Вот реальный уровень задаточной активности по вторичке. Это по Тюмени тоже. Я буду чередовать Тюмень, Москва, Питер, там будет написано, где это непосредственно. Ну смотрите, слушайте, вот рынок сел примерно грубо по вторичке. Показателям, даже подобным прошлого года, да, вот если внимательно там посмотреть, почти в 2,5-3 раза по вторичному жилью, да, если взять вот год-году динамику, то есть рынок сел в 2,5 раза. Ну, если бы мы были в какой-то другой стране, ну, это бы назвали великой депрессией. Да, ну, у нас, в принципе, сложности с кем не бывает. Вот, поэтому здесь вот это реальная ситуация, поэтому вторичка, ну, тяжело себя чувствует. И вот по типам недвижимости, по новостройкам тоже, кто бы что ни говорил, строителям тяжело. Да, ну, давайте, вот, я думаю, всем интереснее будет. Ну, вот по Москве, давайте я это все попропускаю, ладно, раз мы это там по Питеру. Потом будут данные в целом по сделкам, вы все это посмотрите. Вот объемы продаж. Значит, самый интересный слайд, на самом деле, вот этот. То есть, это доля сделок за наличные. То есть, если вы видите, ну, раньше доля сделок была 18-13, голубой слайд, это новостройки, красный, это вторичка, по России данные средние, да. То есть, вы все видите, насколько буквально за небольшой период времени, вот если сентябрь прошлого года было 38% за наличные расчеты, да, то уже в этом году, вот по итогу сентября, уже 61%. То есть, рынок сам по себе не так плохо кажется, если смотреть только на данные по ипотеке. Да, потому что, если смотреть на данные по ипотеке, там вообще армагеддон какой-то. Вот, но на самом деле появились люди с наличкой, это понятно, потому что растут средние зарплаты. Вот, в принципе, существует такое неуверенное в завтрашнем дне, и люди реально там инвестируются, мы это видим. Вот, и то же самое по новостройкам, но в меньшей степени это выражено. Да, но тем не менее, если так вот в абсолюте смотреть, данные за... А наличка это чуть другое, это быстрый рынок, это другая конкуренция абсолютно. Это, ну, мы сейчас об этом поговорим. Значит, объемы продаж. Значит, ну давайте тут... А, это я что, ну за что я пошел? Вот, по-моему, да, вот так, не знаю было. Значит, это по покупке что происходит, да. Это тоже наши данные по покупке. Ну, мы тут процентов привели, все. Ну, чтобы все понимали, в среднем сеть у нас по новостройкам упала на 53% июль к июню, потом еще на 16% август к июлю. Ну, то есть, суммарный там объем почти за 65% упал август к июню, грубо говоря. Ну, сентябрь чуть-чуть со дна отросли там на 4% в среднем по России, да. То есть, вот данные по вторичке, она немножко там... На самом деле, вторичка-то стала подумирать еще, если откровенно, с февраля, когда учетная ставка вверх полезла. Ну, на графике это видно, это данные по России. И вот, ну, пока конца и края нет, да. То есть, пока два месяца подряд по вторичке мы опять падаем. То есть, июль вроде чуть поднялись, потому что в новостройке там застройщики, застройщики, все помнят, там две недели семейной не было, по большому счету, и так далее. И потом, ну, в общем, опять на вас стали там субсидированные программы, семейная вернулась, там льготы даже по ипотеке появились, пойти ипотеки. Мы сейчас дальше об этом поговорим. Все, вот это такая реальная ситуация. Она, данные репрезентативны, у нас доля рынка уже 10% в стране составляет примерно. Вот, и, соответственно, поверьте, эти данные, ну, абсолютно коррелируют с рынком, со всеми другими показателями, даже более чем там погрешность по нашим, таким мы потом сопоставляем, не более там 2%, плюс-минус все это происходит. Вот, в Москве тоже самое. В Москве там еще больше перекос, если честно, там в новостройке, это всегда так было. Москва и Питер, это два рынка, где новостройки просто, мне кажется, там отмонополизировали все это пространство. Вот, ну, вы видите, что тут тоже это у нас такая ситуация. Так, по Санкт-Петербургу, ну, тоже данные вот такие они. Не будем, раз мы в Тюмени, не будем, а, наоборот, будем узнать Тюмени, покажем, да. Вот, в Тюмени падение было одной из самых глубоких, мы в прессе никогда этого еще не говорили, но это правда, упали в июле на 70% к июню. Тюмень стала одним из самых, вот именно в этой динамике падающих городов, но быстро отскочили. В отличие от всей России, видать, сильно глубоко, быстро перестроились, и уже два месяца подряд потихоньку одна отрастаем. Но оно очень большое, потому что, там, на моей памяти, только Ростов-на-Дону в таких же цифрах упал в объеме сделок. Вот, значит, дальше. И теперь еще более интересный слайд, это структура спроса по сделкам в целом в России. Вы видите, да, что данный сентября загородная недвижимость у нас там появляется, потихоньку падает. Вот, доля новостроек тоже, и вторичка в целом растет. То есть, то все были абсолютные цифры, вот как это выглядит в относительных цифрах. То есть, рынок, он на самом деле, вот в июне, видите, там, доля новостроек стала 45%, у нас в жизни такого не было, если честно. Вот, и сейчас она потихонечку, потихонечку сюда ушла, и вот вернулась своим каким-то таким нормальным показателем. Вот, вообще, ну, на мой субъективный взгляд, 25% нормальный показатель. Вот, поэтому сейчас, как ни странно, мы в норме находимся. Теперь еще более интересный слайд. Значит, это данный дом клика, официальный объем предложения вторичного жилья в России, в целом, вы видите, он стабильно снижается. Вот, он регулярно снижается, снижается из месяц в месяц, тенденция длительная, с 22 года началась. Это не наша тенденция, это мировая тенденция. Посмотрите, Америку, Европу, Азию, то же самое. То есть, люди где-то начинают лишний раз думать, а зачем мне продавать. Вот, кто-то сидит в ипотеках, их сейчас, дешевых ипотеках, их сейчас невыгодно менять, да, потому что брали там по 6-7-8% и сейчас даже если эту квартиру продавать и потом брать еще одну ипотеку, это уже ставка большая. Как у нас финансовый директор говорит, чудовищная. Слово подобрал. Вот, значит, вот это привело, да, это везде так во всем мире, мы тут не одиноки. Вот, дальше переходим. Это первичное жилье в России, тоже по данному домклику. Видите, оно наращивалось и вот как уже, как мне кажется, учетная ставка стала подниматься для строителей. Где-то она стала подниматься, ну не для строителей, для всех, понятное дело. Где-то с сентября мы увидели это с начала года, все, но динамика перестала быть положительной. Все, плато, и за ним, я уверен, пойдет вниз ситуация. То есть она пойдет вниз и объем предложения начнет уменьшаться. Это уже тоже очевидно. Сегодня тоже, ну, по сути, эти данные косвенно подтверждаются. Сначала там разрешение меньше дается, потом другие процессы происходят. Вот, по Тюмени. Тюмень тут небольшое исключение, я вам скажу. Здесь чуть-чуть так вверх отрастает ситуация, но специфика, я вам расскажу, все уже, наверное, догадались, почему так. Потому что мы очень много строим. И объекты из стройки потом переходят на рынок вторичного жилья. Поэтому Тюмень чуть отличается от других регионов. Все знают, что мы постоянно в тройке лидеров по объему воду на душу населения, надо говорить, по тройке лидеров. И, соответственно, это отражает то, что все-таки рынок у нас большой и хороший. Это касается и объема предложения. Объема предложения первичного жилья тоже бьются все рекорды. Вот, поверьте на слово, 32 тысячи. Сейчас вот мы в сентябре насчитали. Это исторический рекорд в Тюмени. Продается квартир от новостроек. Это нигде в России нет больше такого на единицу населения. Мы коэффициенты смотрим. Есть города-миллионники, в которых мы на единицу, на одного жителя в 5 раз, даже в 10 раз превосходим по объему предложения новостроек. То есть тут просто все очень хорошо со стройкой. Да вы сами видите, тут выезжаешь, краны там, не знаю, на каждом шагу. Вот. Все это тоже. Это вот факт. Что это формирует? Значит, Москва, кстати, отдельно хотел показать Москву. Ну, что-то они там, у них вообще резко все вымывается по вторичке. Вот. И может быть поэтому там столько новостроек продается, да. Потому что реально, ну, вторички, мало-мало там вторички. Мы это видим. Это данные, ну, такие данные двум клика. Мы даже думаем, может, нам это кажется. Но нет, это нам не кажется. Вот. Ну и Москва уже тоже по динамике застоприлась. Все, там тоже предложения меньше-меньше становятся. То есть здесь такая ситуация. Рынок Питера тоже так, чуть-чуть освещу в моменте. Со вторичкой тоже, ну, я считаю, беда. Вот. По первичке Питер уже садится. Да. То есть Питер раньше поймал все эти процессы. Там чуть по-другому все происходит, скажем так. Кто знаком со спецификой, знает, что там по-другому происходит. Ну, все, уже вот объем стройки, объем предложения стал уменьшаться в последнее время. Все. Значит, ценовая динамика. Вот выкладывал в целе, там, значит, это объем предложения вторичной недвижимости. Пока еще стабилен, цена стоит. Но по ценам, цены в России пошли вниз. Можно об этом смело говорить абсолютно. Более того, из того, что я вижу, ну, там, по опережающим показателям, дальше динамика еще ускорится. Этого падения. Вот почему сейчас как раз расскажу, но ускорится эта динамика отрицательная. Вот, ну, когда уже, слушайте, вот так вот там, июнь, не смотрите, это там господдержка все подогрела, да. Ну, реально, последние три месяца, слушайте, она стабильная динамика разгоняется. Вот, причем, если ее совсем правильно оценивать по всем параметрам, я считаю, данные были бы даже выше. Если бы делать сопоставимые объекты, я считаю, вот ценовая динамика, она еще выше. Мы уже видим объекты, где цены снижают на 5, на 10% по вторичному жилью. Это правда. Теперь дальше. Первичная недвижимость. На предложение, она, видите, вниз-вниз идет, но не надо обольщаться. Значит, в Тюмени пока все более-менее, как сказать. Хотя я считаю, не более-менее, я сам сторонник, что цены высокие, да, я считаю, они должны падать. Вот. Но вот в Тюмени пока цены не падают. В Тюмени реально регион такой уникальный. Все подрастает. Новостройки тоже регулярно растут до сих пор, как ни в чем не бывало, да. Вот. И, кстати, скажу по секрету, Тюмень, сентябрь закончила по продажам хуже, чем другие регионы новостроек. Почему? Потому что застройщики где-то не перестраиваются пока. Цены пока не снижают, наоборот, повышают. Ну и как результат, слушайте, мы получаем вот такую динамику. Вот. Так, это уже ладно, не будем там сильно останавливаться. Тайминг. Вот так вот примерно, теперь своими словами, да, как, что происходит вообще на рынке. Значит, сегодня еще не все знают, я не знаю, новость уже прошла, нет. Значит, Сбер, по сути, опять ввел комиссии по выдаче ипотеки. То есть теперь, если вы решите взять ипотеку, вам, застройщику, нужно будет заплатить комиссию. Значит, сумма 6,5% от стоимости кредита. Вот. Ну, то есть это было во время господдержки у Сбера, да. ВТБ там, помните, потом волевым решением все это отменил Сбер. С сегодняшнего дня вот всем разослали, все, ребята. Обычная ипотека, не семейная. На семейную тоже сейчас поговорим. Теперь стоит, застройщик должен заплатить 6,5%. Я думаю, сами застройщики расскажут, да, как там у них переговоры проходят. Да, да, да. И это интересно. ВТБ что сделал? Все знают, на прошлой неделе 50% сделал первоначальный взнос по семейной ипотеке. Вот. Ну и Сбер там, все видели, ВТБ на 1,5% ставку поднял обычной ипотеке, а Сбер сегодня на 0,9% поднял, да. То есть, по сути, рынок находится, ну, я считаю, не просто в кризисном состоянии, а в таком, еще более, что хуже кризисного состояния, не знаю. В общем, он в таком находится. Вот. И, ну, конца и края пока нет. Это объективно. Второй момент. Мы видим ситуацию с лимитами. То есть, она, естественно, нас беспокоит. Айти и ипотеку, лимиты опять кончились. По сельской, как и не начинались, я вам так скажу, да. То есть, она как умерла, сельская ипотека, где-то там, мне кажется, во втором квартале, так ее пока и нет. Входят разговоры вокруг да около. Сейчас уже просто сделали правило 50 километров, ну, как говорится, рубанули уже с плеча. Ну, все индикаторы очень простые, денег нет. На финансирование субсидий, вот этих всех программ, да. Ну, и по-всякому вот это все происходит. Что хотелось бы пожелать? Может, все-таки, ну, как бы это не в моменте делать все-таки, а хотя бы заранее сообщать. Потому что мы видим сложность ситуации загородного недвижимости. В Тюмени уже появляются застройщики загородного жилья, который не выполняет свои обязательства. Это правда. Люди несут деньги. Брали семейную ипотеку. У нас уже, мы видим на рынке случаи, когда дома вовремя не строятся, а там все было очень жестко. По господдержке, допустим. Если ты за год дом не построил, ставка становится рыночной. И все те семьи, которые брали под 8%, они сейчас мало того, что дом у них не достроенный, у них ставка становится 21%. Это правда. Такие случаи есть. Они достаточно массовые. Вот. Значит, следующий момент. Напрочь в результате перехода на эскроу загородного жилья, по сути, резко уменьшился, такую культурную формулировку подберем, рынок продаж подрядов. Потому что теперь нужно, ну, только эскроу можно делать, да, и не все там оказались готовы. Это все оказалось резко. То есть, по факту, там, объем этого рынка в Тюмени сократился в 10 раз. В третьем квартале по отношению ко второму. Это тоже очень серьезный момент. И, конечно, возникает вопрос, есть ли позитив во всей этой ситуации, да. Ну, слушайте, позитив, во-первых, всегда можно найти, да, в любой ситуации. Вот. Но вот на наш такой субъективный взгляд, единственный позитив — это явное предстоящее снижение цен. Да. Это уже очевидно, не вызывает сомнений. Каких-либо других позитивов я, допустим, не вижу в этой истории. И, скорее всего, теперь по рынку застройщиков. Мы все видим, что застройщики, они немножко все оказались в ловушке. Почему? Потому что у них циклы трех-пятилетние. Все понимают, они набрали земель, набрали обязательств, да. И сейчас вот, допустим, если вся эта история условно на год, это одна ситуация. Если на секунду в модели допустить, что все это на 3-4 года, да, ну, я вам скажу, очень тяжело будет некоторым застройщикам. Вот. Потому что реально объем спроса, он достаточно сильно сокращается. Да, вводят субсидирование, да, стали рассрочки. То есть где-то примерно, если брать сентябрь, уже, давайте так, в миллионниках до 25% сделок проходят по рассрочке. Рассрочки дают на 2-3 года. Есть регионы, которые стали давать рассрочки на 4-5 лет. Даже случаи уже есть на 5 лет рассрочки дают. Вот. Это все индикация, ну, такая серьезная. Участвует в субсидировании. А что такое субсидирование? Это скрытое снижение цен. Все это понимают. Допустим, для того, чтобы ставку снизить, там, до 12% на весь срок, по-моему, застройщик платит порядка 23% комиссию. Для понимания. То есть он, по сути, снижает цену на 23%. Вот. И только тогда бизнес более-менее идет. Вот. Поэтому в лоб застройщики пока, ну, стесняются цены снижать, да, прямо скажем. Вот. Но, мне кажется, все больше и больше морально к этому подходит. Вот. И поэтому, я думаю, недалек тот час, когда мы просто увидим уже, там, чуть другие ценники. При этом, конечно, все мы понимаем. Если внешняя политическая ситуация резко поменяется, то, по моим прогнозам, все это быстро вернется в нормальное русло. Поэтому, я думаю, большинство на это надеется. И поэтому, ну, считает эту ситуацию временем. Вот. Касательно рынка Тюмени, там, непосредственно, да. Ну, рынок Тюмени, все знают, он исторически специфичен, да. Еще со времен Якушева был сделан акцент на хорошее развитие девелопмента. Мы точно лидирующий регион по подходу, по всем срокам, да. То есть, все, кто к нам в строители приезжает, даже не верят, что у нас все так быстро можно получать разрешение. Все прозрачно, понятно. Мы как, это один из локомотивов экономики, в том числе, региональной. Мы один из немногих регионов, потому что у нас, все знают, нет там ВПК, да. У нас там, по большому счету, даже кластер сейчас он нефтегазовый и строительный. Вот. Наши строительные компании, исторически, многие из Тюмени вышли, пошли на федеральную, скажем так, стратегию, да. Наша компания тоже в Тюмени родилась, сейчас там хорошо работает на федеральном и на международном уровне. Вот, поэтому, на мой взгляд, тюменский рынок всегда будет жить. Исторически также много покупает Мао и Нао. В последнее время у нас, слушайте, стало много покупать с Екатеринбурга, Омска. Мы тоже это видим. Раньше как-то наоборот было, знаете, сейчас ситуация поменялась. То есть, в целом, поэтому мы считаем, что кризис ярко выраженный, надо об этом прямо говорить, он есть, в него рынок вошел. И я думаю, что мы сейчас все будем сталкиваться, ну, по большому счету, с работой в кризис, и компания должна быть к этому готова. Вот, так, наверное, если в двух словах, что долго не рассказывать. Все, спасибо. Спасибо.